Всем привет, и вы опять слышите Лёшу Халецкого, вашего любимого рассказчика и путеводителя по миру цивилизации. Опять я играю дуэль, и это суперфинал! Колкэт мой соперник, и мы будем выяснять, кто из нас победитель. Меня очень в комментариях просили этот матч комментировать как бы отстранённо, как будто я уже в нём не играл. Поэтому, во-первых, я не буду говорить, что вот, типа, тут я действую, а тут мой соперник, я буду только по нациям, то есть Сангай и Персия. То есть буду о себе в третьем лице говорить, как бы вот так попробую комментировать. А во-вторых, я сейчас записываю после сейва, то есть мы ещё, вот я сейчас озвучиваю это видео, но мы ещё эту игру не доиграли, то есть я даже ещё не могу предполагать, как мы её закончим. Опять же, для того, чтобы в моём голосе, возможно, не было каких-то либо проигрышных, либо победных интонаций. В любом случае, если кто-то смотрит это видео и не в курсе, то это серия дуэльных видео. Возможно, это видео уже последнее, если я проиграю. Если я проигрываю, то это видео последнее. Кулкэт становится победителем турнира, я занимаю второе место. Если же я выигрываю, то будет ещё одна игра, потому что у Кулкэта есть право на одну ошибку. Потому что он пришёл из ветки виниров, ни разу не проиграв. Я же один раз проиграл. Так что, думаю, он воспользуется вот такой свободой и будет действовать более раскрепощённо, чем я, что ли. Ну и выбрали мы нации. Первый выбирал Кулкэту, оставалось три нации – Персия, Сангай и Индия. Он выбрал Персию, я выбрал Сангай. И вот место, где мы появляемся. Ну что ж, не очень... Не, ну в принципе хорошее, как бы тут, видите, тут двое пряностей и золото ещё виднеется, и ещё до этого пряности можно добраться. Но, видите, я вижу, что вверху что-то пустынное. И вижу по очкам, что мой соперник не основывает столицу. То есть он ещё город тоже не основывает. И решаю, что у меня, в принципе, тоже есть возможность сделать ход и посмотреть, что там вверху. Потому что очень есть у меня ощущение, что сверху может быть место под Петрогород. Я вижу пустынный холм, вижу пустыню. Давайте посмотрим. Ну, тоже очень неплохое место. Во-первых, то есть вот на том месте, где я стоял, я, пожалуй, основу буду... Поставлю там второй город свой. А вот первый город я столицу основываю вот на том месте. Правда, всего один пустынный холм в итоге. Всё-таки это не место под Петром. Не стоит на неё рассчитывать. Но место для столицы очень даже неплохое. Вы можете сказать, что я ушёл от двух ресурсов роскоши и подошёл только к одному. Да и тому, который только после оптики можно будет... Не после оптики, а после мореплавания. И придётся стоить рыбацкие лодки. Но здесь есть пшеница. Это место более выгодно в плане роста города. И плюс к тому ещё и, видите, камень, который можно будет достать третьим радиусом. Ну и сразу для второго места имеем. О, а вот и мой соперник. Так, посмотрим так. Одинаково. Ну, в принципе, практически всё одинаково. Всё пока одинаково. Да и четвёртый ход всего лишь идёт. Войну уже мне объявил нехороший человек. Ну, давайте помешаем ему тут передвигаться. Весело поставим. Видите, так как он напал после того, как я поставил фортификацию, он получил больше урон, чем мой юнит. А ёлки, я же обещал комментировать от третьего лица. Итак, Сангай. Сангай уже увеличил население. Явно у него выше, лучше клетки с едой, поэтому у него быстрее растёт город. Но и здесь у соперников происходит такое стояние на месте. Никто не хочет давать другому пройти дальше. Да, хочу в начале видео предупредить, а то в конце почему-то немногие обращают на это внимание. Не стоит в комментариях даже намёком указывать на результат этого матча. Пожалуйста, не портите другим зрителям удовольствие от просмотра. Очень многие не хотят знать до того, как они посмотрят видео, кто победил. Вот на данный момент даже я этого не знаю. Так, Персия, судя по демографии, построила скаута уже и переключилась на производство. Фокус на производство, оказывается, у неё выше производства, чем у Сангая. Интересно, к чему это ведёт? Ну, здесь друг напротив друга стоят воины двух враждующих наций. У Сангая прямо под столицей находятся руины, но он до них пока решил не добираться. Лучше перекрыть проход Персом. Сейчас достроится в Гао скаут, и, видимо, тогда скаутом уже будут забираться руины. Но со стороны Персии, судя по демографии, уже скаут идёт. Сангай для дальнейшего развития выбирает волю. Ну, это понятно, соперники близко находятся. Видите, встретились на четвёртом ходу. Это значит, что их столицы довольно близко друг от друга, и выбор воли вполне логичен. Тут как бы и не укрыться особенно, и расти не на чем, если играть через традицию. Вы посмотрите, что... Какая прелесть под Гао. Аж два ресурса лошадей, ресурс камня. Очень-очень повезло с местом, особенно с двумя лошадьми. Это значит, что производство в городе будет очень высоким, и при этом и расти город будет продолжать. Это очень хорошо. Ну, кроме того, напомню, уникальный юнит у Сангая – это Мандекалу, который заменяют рыцарей. То есть, опять же, лошадки. Поэтому лошадки есть под столицей. Главное – дожить до этих Мандекалу. Потому что у персов уникальный юнит – это бессмертные, которые заменяют копейщиков. То есть, уже очень скоро они появятся. Плюс уникальная способность у Персии. Плюс 10 к силе во время Золотого века, который длится еще и дольше, чем обычный. И если Персия пойдет по воле, то 1, 2, 3, 4 или 5 общественным институтом принимается как раз начало Золотого века. И к этому моменту уже можно иметь большую армию из бессмертных, которые во время Золотого века у них будет и сила... А, еще они и двигаются на одну клетку дальше во время Золотого века. И этой армии вполне можно вынести. Так что, если Сангай перетерпит Золотой век у Персии и выживет к этому моменту, то может случиться всякое. Под всяким я имею в виду уничтожение Персии, конечно. Ну, вот и скаут персидский нашелся. Обошел он стороной великое противостояние двух дуболумов. Сангай и Персии и, видимо, сейчас откроет столицу Сангая, увидит ее. Да, увидел и быстренько в сторону отошел. Ну, тут скаут Сангая, который в руинах нашел улучшение в лучника. Видимо, в руинах просто лук нашел и стал лучником. Пытается скаута Персии перехватить и убить. Ну, такие веселые войны скаутов и дуболомов. Это предвестник будущих грандиозных побоищ, которые будут происходить в этой партии. Это никакой не спойлер. У меня во всех партиях происходят грандиозные побоищ. Вы сами понимаете, тут без этого никуда. Ну, только, может, в первой. Там никакого побоища, просто слив был. Вот тут, возможно, Сангай не очень удачно действовал юнитами. Можно было зажать персидского скаута, но у него есть куда убежать еще. То есть он вниз и левее может скаута увести следующим ходом и Сангай, вероятно, не сможет его своим дуболомом как-то поранить. Ну да, как я и предполагал, персидский скаут сбежал быстрой ланью длинноногой, радостно попискивая и что-то там открывает карту, все видит. Обратите внимание, что Сангаю не видны никакие города-государства вообще. Интересно, открыл ли их перс, но где-то они далековато находятся, что-то вот не видно вообще. Хотя, с другой стороны, Сангай особо и не исследовал карту пока. Так, ну сверху прохода нет, значит, сверху на столицу Сангая будет сложно атаковать. Ну, естественно, если где-то на море находится столица Персии, то можно будет с моря попробовать, но это все по демографии тоже просчитывается и думаю, что правитель Сангая за этим будет внимательно следить, чтобы... Или сам пойдет тоже к... Так, что у нас тут? Ага, чуть больше солдата у Персии. Это значит, что если он нашел города-государства, то вполне может у них дань просить. А также обратите на очень большое преимущество по еде Сангая. В три раза. Это значит, похоже, что Персия переключилась на производство, и несмотря даже на переключение на производство, у него всего на одно производство выше, чем у Сангая. Но город у персов не растет. Не знаю, что они там такое усиленно строят на девятнадцатом ходу всего лишь. Ну, я бы, конечно, мог предположить великую библиотеку, но письменность у персов не открыта. Мы видели в демографии нолик, как и у Сангая. Так что это не великая библиотека, явно вообще... Ну, вряд ли персы будут так рано пирамиды строить вместо того, чтобы строить армию. Смотрим еще раз. Вот уже Сангай первый по армии. Очень интересно будет узнать, что что... А-а-а! Ну, еще, конечно, еще один вариант поселенец. Но строить его неужели уже принят социальный институт? Да нет, не может такого быть, там нету столько культуры. Может, какое-то чудо света с культурой? Чудо природы, в смысле, с культурой было найдено. Хм... Ну, вот скаут, видите, поставлен Сангаем так, чтобы варвары не добрались до клеток с лошадьми. Конечно, они не обработаны, то есть разрушать там будет нечего, но все равно, если варвары там встанут, то эту клетку... Этого клетку нельзя будет жителя посадить. Значит, развитие столицы немножко замедлится. Так что можно уже строить войска. И напомню уникальные особенности Сангая. Во-первых, он будет в три раза больше получать золото с захваченных городов и захваченных варварских поселений, то есть вместо 16 золотых монет 48. А во-вторых, его войска могут без штрафа атаковать через реку. Так что, в принципе, можно было бы вот этого дуболома персидского атаковать, если бы он еще и к тому же... Там что, джунгли или лес? Если бы он еще на джунглях не находился, ну, вон, следующим ходом, пожалуй, можно будет этого дуболома немножко поатаковать. Потому что... Ага, он все-таки убежал. Блин. Ну, вот это зря был сделан Сангаем ход лучником на место того, где находился персидский дуболом, потому что сейчас лучника могут варвары атаковать, а потом персидский дуболом его и добить. Так что опасный ход. Ну, посмотрим, что в итоге произойдет. Да, один варвар все-таки атаковал. Ух ты! Смотрите, что происходит. Да. Вот для чего перс переключался на производство. Он ставит второй город под... прямо рядом с границей столицы Сангая. Ну, в данном случае не прямо рядом с столицей. Немножко далековато. У него была возможность хотя бы на золото поставить город. То есть по клеткам раз, два, три, четвертая клетка золота. То есть вполне можно было туда ставить. Вот это было бы конкретно под границами. Но и это расположение очень близкое. То есть можно использовать генералов для захвата территории. и... Да, тут только вопрос в том, стоило ли строительство вот этого второго... Быстрое строительство этого второго города снижение скорости развития столицы. Видите, здесь соперник... Здесь перс переключился на производство в столице. Она у него не росла вообще. И таким образом он смог на 24-м ходу привезти поселенца и поставить второй город. Обычно при игре через волю все-таки дожидаются принятия общественного института, который дает бесплатного поселенца. И плюс еще к тому скорость строительства поселенцев в городе намного увеличивается. И таким образом вы тратите меньше ресурсов на строительство. Тем более, что к этому моменту ваша столица еще и успевает вырасти прилично. Да, ну здесь очень шикарное производственное место у Сангая. Две лошади и камень. Это... И вон там еще один камень скоро добавится. Просто фонт... Просто чудо какое-то. Вот видите, в Гао святилище было построено. И можно принимать уже пантеон. То есть настолько производственное место, что даже хватило ресурсов для того, чтобы отвлечься на святилище. Ну тут без вариантов бонус к производству беру, потому что видите, город противника прямо под боком и нам надо будет быстро строить войска, быстро строить тех же поселенцев еще больше. Так что... Так что вот так. Ну и следующим ходом будем ставить второй город. Купим клетки в сторону Пасаргада. Пасаргада. Пасаргады. И будем пытаться этот город захватить, чтобы он там не мешался нам. Ну хотя как захватить? Понятно, что мой соперник его там не просто так поставил, а как раз для атаки на меня. Поэтому вероятно вначале мы будем стараться отбиться от атак персов, а если уже получится отбиться, тогда постараемся и захватить город. Так, ну еще одного поселенца, не еще одного строим, а этот нам бесплатно достался, а теперь строим поселенца, чтобы третий город поставить. Ну и вообще неплохо бы разведать территорию, потому что видите, мы тут так зажаты немного и благодаря действиям моего соперника и благодаря варварам. Блин, опять я от первого лица начал рассказывать. Итак, Сангай строит поселенца в столице, а во всех остальных еще в одном городе Тимбукту как всегда лучники для защиты от персидской агрессии. У Сангая открыт календарь, чтобы присоединить пряности. Точнее, они вот прямо сейчас и присоединились, потому что Тимбукту прямо на пряностях и стоит. Так что важное открытие и колесо для того, чтобы можно было строить конных лучников и соединять города дорогами. Так, ну пока идет исследование местности, посмотрели демографию, мы опережаем, Сангай опережает персов по численности армии, видимо, у него пока там два юнита у персов. Ну и вот купили они, персы купили клетки в сторону Тимбукту, приходится и Сангаю тоже купить в сторону Пасаргадов, чтобы видеть, что там происходит. Но персы купили более классные клетки на холмах. При атаке на Тимбукту, конечно, они смогут там разместить свои юниты и их будет сложнее выгореть оттуда. То есть будет бонус от Варшава встретилась, причем ее еще персы не встретили, поэтому Сангай 30 золотых получает. Ого, и чудо природы вот тут очень неплохое. Вот когда персы начнут нападать, явно они будут делать во время золотого века, то есть у них от холмов будет плюс к защите и от золотого века еще плюс там сколько-то плюс 10 процентов. Появляется поселение Сусангая, ну смотрим так, по всем параметрам впереди вот производство одинаковое только, а все остальное больше. Ну замечательно, то есть и города растут быстрее, и денежек больше идет, правда здесь конечно в дуэли важнее так, при переключении на еду дольше лучник будет, ну пускай, надо чтобы столица выросла. О, еще один город, но этот город уже персы нашли, поэтому только плюс 15 золотых. Так, ну вот снизу видите проходу мешает город государства, поэтому не знаю стоит ли ждать атаки снизу от персов, а вот сверху они, видите, уже поставили город и основной удар персов по Сангаю будет идти сверху. Так вообще горы закрывают, делят эту карту пополам, правда не знаю пополам ли, тут не видно еще, вся карта не открыта, иногда бывает в дуэли, что большая часть у одного соперника меньше у другого, ну пора идти к метким лукам, уже достаточно лучников, можно будет, о, еще один город государства, смотрите, как они все плотненько и грубкой, интересно, где четвертый, тоже где-то видимо рядышком, такая плотная группа городов государств, ну вот в принципе можно там, где советует компьютер, только чуть ниже и левее, вот на холме, чтобы коровки захватить и пошел по воле тоже, персы идут по воле, но это понятно, было с такой атакующей тактикой с начала игры, типа традиции опасно, так, ставим третий город на холме, будет еще плюс к производству, но мы захватим и коровок, и бананчики, и пряности, как интересно, пряности, уменьшительно ласкательно сказать, пряничники и лошадок потом, то есть тут очень хорошее место, так, замечательно, все переключаем на производство, ну, столице еще дождемся, чтобы выросло, два хода, уж подождем, и поставим, да, и поставим, на производство надо было поставить Сангай, вот ты Сангай какой-то, так, ну и Монако, естественно, тоже уже найден персами, так что они получили с Монако и с Еревана больше в два раза денежек, чем Сангай, ну, что ж поделать, у них лучшая разведка работала, видите, там построили скаута, пробрались в тыл потом ко мне, правда, вот скаута больше не видно, похоже, его варвары все-таки добили где-то, раз он больше не куролесит, ну и жалко, города-государства, смотрите, не хотят дань давать, хотя вроде по демографии у меня больше армия, чем у моего соперника, но дань не дают, ну что ж, пора строить пирамиды, заодно, вот видите, я поставлю на этот холм и у меня успеет моя столица вырасти и как раз уйдет счастье в минус из-за того, что еще один город поставлен, ага, видите, во, моего соперника уже больше армия, чем у меня, ну, на чуть-чуть, но больше, это значит, что раз на чуть-чуть, скаут, ну, наверное, может у него скаута нету, а вместо скаута дуболом, то есть, не знаю, три или четыре лучников и один дуболом, примерно вот такая композиция по армии у нас, смотрите, переключаю фокус на производство и все равно пирамиды быстрее не строятся, у меня и так все с производством связано и с едой, ну, вот надо купить тогда, походу, эту клетку, о, восемь ходов, замечательно, девять, иначе город умирает, ну, девять ходов уже лучше, чем десять, нормальная скорость постройки, тем более, я думаю, из-за того, что персы строили поселенца в начале так быстро, у них столица намного меньше, чем у меня, ну, не намного, но меньше, там, наверное, четыре жителя, и, естественно, им строить пирамиды сейчас будет сложновато, ну, и вообще, раз они идут на быстрый захват, вот поставили так рядом город, то им надо быстренько строить больше лучников, и, видимо, у них столица занята строительством лучников, а не пирамидами, так что можно спокойно постараться успеть, ну, это, конечно, риск, в том плане, что мой соперник вовсю может строить войска, но я рискну, потому что у него сейчас два города только стоит, а у меня уже три, то есть я могу в тех других двух своих, о, смотрите-ка, перцы ведут куда-то поселенца, ну, жаль, я, к сожалению, видите, у них уже бессмертные, я, к сожалению, не смогу своим скаутам как-то помешать в этом плане, но понервировать, видите, я даже посмотрел, если я нападу, сколько я отниму, но понервировать немного соперника можно, вообще, может тут встать и мешать ему, но дело в том, что бессмертный практически убивает скаута с одного удара, мне лучше скаута сохранить, и, о, вон я, видны границы Персии, лучше исследовать столицу персидскую, например, таким образом потерять скаута, исследуя столицу, чем, уже нам так прилично больше армии, у него явно уже, так, у Сангая три лучника, значит, у соперника, наверное, а, не, четыре лучника, наверное, у соперника тоже четыре лучника, но плюс еще, о, хорошее чудо света, чудо природы, надо будет к нему ставить следующий четвертый город, видимо, четыре лучника тоже, и один или два уже бессмертных, но одного мы видели с вами, Сангай ведет лучника вот на тот полуостров, видите, сверху там выступает вправо такой полуостров с холмом, туда можно поставить лучника и обстреливать вот этого верхнего лучника персов, так, ну что, обстреливаем этого, а, к сожалению, видите, на холме лес, ой, надо убираться, вот мы увидели Персеполис, и всего три жителя в Персеполисе, вы понимаете, и строятся пирамиды, что удивительно, ну, здесь можно без страха продолжать строить пирамиды в нашей столице, потому что наша столица в два раза больше, и, соответственно, ну, не в два раза быстрее пирамиды построятся, конечно, но построятся они быстрее, даже если он, даже если персы раньше Сангая стали их строить, то с количеством жителей три явно персы не успеют с пирамидами, все-таки стоило подрасти немножко городу, я бы с таким количеством жителей чудеса не строил, а строил бы армию, продолжал. Ну, вот, не хотят города-государства давать денег, но, правда, на данный момент у персов, конечно, армия выше, больше и сильнее, поэтому города-государства и не дадут денег, а вот персам могут дать, поэтому надо бы их не допускать, но, правда, вся армия, я смотрю, у меня под границами, вот я сейчас забыл переместить шифтом лучника, придется следующим ходом это делать, а так бы мы уже обстреливали лучника персидского, он там так удачно стоит, не на холме причем, да, все еще армия больше, у персов, значит, они ее строят вовсю, но вообще удивительно, у него всего два города на данный момент, вот туда поселенец куда-то шел, но я еще не вижу, чтобы он город поставил, в столице строятся пирамиды, то есть армия строится только в пасаргадах, по мне так, если хотелось сделать быстрые быстрые нападения лучниками, надо было везде строить армию и везти ее к пасаргадам и нападать там, не знаю, на Тимбукту или на столицу мою, как-то так, а вот отклонение на постройку чудес, просто таким маленьким городом, не знаю, не знаю, но не хочет, о, опять этот бессмертный, и, кстати, уже без поселенца, интересно, где поселенец, так, приготовимся быстро обстреливать после ухода шифтом вот этого лучника персов, да, ну, 33 жизни, нормально, ну, потому что пустыня никаких бонусов защитных не дает, так, 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 ну, видите, по производству впереди, по еде впереди, по золоту тоже хорошо впереди, единственная проблема с счастьем, ну, я надеюсь, они решатся, когда Сангай достроит пирамиды, появятся два рабочих и начнут в темпе вальса быстро присоединять все ресурсы роскоши, но, правда, на данный момент тут особо присоединять и нечего, потому что пряности уже присоединены, так как Тимбукту стоит на них, у третьего города нету ресурсов роскоши, ну, кроме того же, тех же пряностей, которые не дадут дополнительного счастья, а у Гао, столицы Сангая, счастье на море, крабы там, по-моему, или что там, этим, жемчуг, то есть, надо открывать оптику, не оптику, мореплавание, рыбацкую лодку строить, то есть, тут рабочие не помогут, так что, надо еще строить, видимо, после пирамид еще одного поселенца и ставить где-то на ресурсах роскоши, так, а сейчас надо присоединять вот эти все производственные клетки, то есть, две лошади, два камня, их присоединив, у нас тут будет офигенные бонусы, плюс еще построим конюшню потом, построим каменоломню, или как там называется это в городе, то есть, и плюс счастье будет, а еще цирк можно будет построить, так что тут место просто замечательное, мы очень классно тут поставили город, столицу, именно что столицу, это правильное было решение пойти вверх от места рождения, и вот получили такой вот бонус, прям все очень хорошо, так, ну а скаутом надо попробовать в тылу как-то побезобразничать, может, перехватить какого-нибудь рабочего, или разрушить улучшение, ну, вы знаете, как я люблю, вообще допущение скаута соперника к себе в тыл, и причем еще и неизвестность, где он находится, это очень опасно, так, тут как-то, вот смотрите, играем с неагрессивными варварами, это неагрессивные варвары, и у них почему-то каждые последние два хода, каждый ход рождалось по одному варвару, это нормально? Это вот такие неагрессивные варвары, блин, только я хотел захватить их поселение, я напомню, что Сангай получает в три раза больше денег от захвата варварских поселений, от захвата городов противника, так, ну, не настолько много войск у моего соперника, чтобы как-то волноваться по этому поводу, и так как скаут, вот, видите, о чем я и говорил, подкараулен был рабочий, и, то есть, к сожалению, скаута я потеряю, видимо, следующим ходом, но, во-первых, мы получили дружбу от Монако, во-вторых, подорвали экономику соперника, ну, как подорвали, конечно, это не его рабочий был, он его не строил, но все равно он мог потом и, и, да, не успел, к сожалению, я увезти скаута, жаль, но мы увидим, будет он захватывать рабочего Монако или нет, так что, ну, это очень хорошо, очень хорошо, получили некоторую передышку, ну, ему, сопернику придется либо ухудшать отношения еще с городом, государством, либо строить самому, ну, я думаю, он через волю заберет, жалко, конечно, что это не его личный рабочий был, хотелось бы его рабочего, ну, вот видите, нельзя стрелять отсюда, потому что между нами на холме лес, и он не дает с другого холма стрелять по сопернику, не знаю, есть ли у моего соперника уже меткие луки, но, по идее, он должен к ним идти, и они должны скоро у него или быть, или уже есть, просто нету денег апгрейдить. Ну, как я и говорил, мы опередили моего соперника в постройке пирамид, он написал в чат, что ему один ход оставался, то есть следующего хода он бы все равно построил, потому что это он хост, таким образом у него, ему бы отдалось предпочтение в строительстве чуда, но мы оказались быстрее, именно за счет того, что у нас столица, больше, чем у соперника, ведь он пытался с другого края пробраться, но у меня тут стоят защитники, не получится пробраться, не будем давать прохода, так что убирай своего бессмертного отсюда, и вали куда-нибудь. Слушайте, а куда у него делся вот тут поселение? А, вот он, вот и третий город, вы смотрите, где он его поставил, видите, внизу, видите, внизу третий город, это там, где было чудо природы с золотом и молоточками, и там еще плюс был мрамор, ну смотри, вот это, вот это не агрессивные варвары, это каждый ход, блин, по варвару рождается, ну офигеть, совсем не агрессивные варвары, обычные варвары, и он поставил, видимо, город прямо на мрамор, точно, вот у нас Суса, прямо на мраморе стоит, ну, он, правда, не захватил еще чудо природы, но ближайшая клетка, по-моему, справа от Суса, это чудо природы, как раз, ну и мы видим, у персов уже тоже появились меткие луки, видимо, денег привалило с незаконченной пирамиды, напоминаю, если вы не успеваете построить чудо света, и кто-то вместо вас это делает, то вместо молотков, потраченных на пирамиду, вам выдаются денюжки, как видите, по демографии персы впереди и по армии все еще, так что у них юнитов больше явно, но на один, на один-два вопрос, хватит ли этого при атаке города, но вот Сусу персы поставили очень хорошо, будет, если они через нее еще начнут нападать на Сангай, будет тяжеловато, ну вот атака шифтом, быстрое передвижение метколучников на холмы и атака по дуболому, ну вот тут видите, был выдвинут тоже дуболом Иисус, но тут мои метколучники уже есть, так, попробуем сдержать соперника, жалко, конечно, возможно, недостроены будут улучшения, жаль, жаль, ну, все правильно, следит соперник за тем, что творится у меня на территории, не дает развиваться, поведем четвертый город ставить вот рядом с чудом природы, которая веру дает, ну, вот там, где советуют компьютер, я не буду ставить, а вот справа от этого места на холме, вот это хорошее место для города, так что поставим там, сразу будут рядом и овцы, и захватим, потом оленей, захватим золото и захватим, ого, а вот и персы пошли в нападение, так, 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 что делать, что делать, отступать, надо отступать, здесь адекватной защиты не получится, за море, напомню, не за море, а за речку, напомню, что у Сангая уникальная способность, они через речку атакуют без штрафа, но это имеется ввиду, конечно, рукопашные юниты, там рыцари, дуболомы, а вот лучникам-то все равно, но чтобы захватить Тимбукту, персам надо перевалить через леса, через джунгли, так, что тут сложновато будет, хотя лично я бы на месте персов нападал на столицу, на Гао, но она подальше, конечно, от границ, поэтому в принципе, если Тимбукту упадет, то и до столицы, до столицы Сангая уже рукой будет подать, так, что без разницы, что Тимбукту, что Гао, Тимбукту полегче будет брать, вот уже и перешли, не успел Сангай обстрелять бессмертного, уже, смотрите, минус наука пошла, потому что минус золота, но ничего, мы сейчас скоро поставим город, вот у меня опасно, конечно, что без сопровождения идет поселенец, но что поделать, других вариантов нету, ладно, отправим с ним лучника одного, чтобы тоже его сопровождал, а здесь убираем рабочих, чтобы персы их не захватили, жаль, что не удалось присоединить лошадей и камень пока, но все впереди, если удастся отбиться от персидского нашествия, будем присоединять, так, тут все у нас по производству, все переключаем на производство, пускай будет наука в минус, нам главное побольше лучников построить, чтобы отбиться от этой атаки, так, интересно, что, ну, шифтом еще дальше пойдет, сейчас посмотрим, ага, даже не шифтом, а просто на последнем ходу, ну, еще и снизу дуболом идет, то есть, вот так, такая атака на Тимбукту, черт, 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 а, не успел вылечить метко-лучника, что-то у меня тут проблемы начались, о, еще и лучника подставил, ну, важнее, конечно, ну, это я в шутку пишу, потому что здесь это не фаст-клик, это конкретно тормоза с моей стороны, фаст-клик это когда у вас начинается ход, а ваш соперник уже походил, в данном случае, конечно, не фаст-клик, так, ну, смогли дуболому уничтожить, надо еще бессмертного уничтожить, который может захватить город, в первую очередь уничтожайте те юниты под вашим городом, которые могут захватывать города, лучники, конечно, будут обстреливать Тимбукту, но захватить город может только бессмертный в данном случае, ну, что, я потерял еще одного лучника, причем классного лучника, который когда-то был скаутом, опять же, по собственной дурости, подставив его под обстрел, нет, чтобы в джунглях отставить и этим ходом подходить, но, слава богу, у меня, видите, как раз аж в двух городах закончилось строительство метких луков, и в столице, и в Джинне, я забуду везти, единственное, что, видите, приходится оставлять без защиты поселенца, меня это очень волнует, как бы его там варвары не перехватили, но иначе никак, везти еще одного юнита под, для защиты так, да, обстреливаем, и смогу убить, смогу убить, ну, давай, смогу, ну, ну, да, да, меткий лучник готов, ну, что, всего два метких лучника и бессмертные, это и такой армии Тимбукту не захватить, так что все нормально, он еще вглубь территории идет, ну, так, поселенца он моего не видит, слава богу, иначе следующим ходом он бы, конечно, ходом жалко лучника, но он убил меткого лучника, так что фиг с ним, так, здесь мы попытаемся разобраться с тем метким лучником и, похоже, получится, а, он его вылечил, ну, ничего, больше ему нечем его лечить, сейчас мы надо еще пододвинуть туда дуболома и уничтожать этого меткого лучника, да, присоединим, наконец-то, лошадок хоть под джиннем, ну, 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 фу, нету варваров, вы знаете, надо следующим ходом вот здесь ставить город, видимо, к сожалению, не получится там, куда я хотел, но это место тоже неплохое, мы все-таки дотянемся до чуда природы в итоге, так что пускай, так, подкрепления идут на помощь, все не так уж плохо, все, все, все идет нормально, отобьемся, я думаю, да, видите, мой соперник отступает, ну, точнее, он не отступает, это, он перегруппировывает на холм, будет обстреливать Тимбукту, не, ну, посмотрите, какие сволочи варвары, а, ну, ну, что за фигня, ну, не было же там, вот родились в этот ход обязательно и захватили моего поселенца, ну, ну, нормально, ну, не гады, гады, вообще отвратительные, некрасивые гады, да, ну, хорошо, с другой стороны, опять же, хорошо, что варвары, а не соперник, потому что, если бы он захватил, то поселенцу каюк, а так мы еще этого поселенца можем отбить, сейчас отобьемся от персов, и пойдем обратно возвращать поселенца, и строим дорогу между столицей Тимбукту, чтобы наши войска тут более маневреннее были, иначе проблемы у них с передвижением, так, как бы так тут, да, шифтом сюда перемещаем, движение шифтом, чтобы соперник удивился, и надеюсь, вот это вот меткого лука, который справа от Тимбукту находится, мы следующим ходом уничтожим, и понеслась обстрелялка, а, не убегай, черт убежал, да, к сожалению, не уничтожим, ну что, можно тогда, раз не уничтожили, можно идти спасать поселенца, видите, соперник отступил, значит, есть еще время спасти поселенца и поставить четвертый город, потому что, когда играешь против соперника, который так же, как и ты, идет через волю, то тут важнее иметь преимущество в количестве городов, у кого больше городов, у того больше производства, и у того быстрее будет пополняться армия, так что идем спасать поселенца, да, да, бросаем все силы, которые тут у нас есть, но соперник отступил, он не видит, что я перебрасываю силы туда, поэтому, я думаю, у нас будет, ну, никто не дает, вот, к сожалению, что эти города сейчас контролируют персы, не знаю, берут ли они у него дань, у этих городов, но их контролируют персы, и они к ним могут подходить постоянно, у меня только один город, можно сказать, это Варшава, поблизости, к которому я могу подвести армию, так что не очень хорошо, вообще, сусы хотелось бы взять, ну, ладно, пока у нас тут передышка на фронте рядом с Тимбуктум, можно и попробовать что-то с сусами сделать, так, соединили Гао и Тимбуктум, так, сейчас заодно, сейчас надо все-таки достроить улучшение на лошадках, надо увеличивать производительность столицы, и у нас будут намного быстрее метколучники появляться, отставляем дуболома в Тимбукту, потому что таким образом мы увеличиваем силу, ну вот, эти поселенец сидит в лагере варваров, взят в плен в заложники, и надо его, ну, очень хорошо, если мы его захватим, там практически на том же месте можно и ставить и город, ну, подвинем, конечно, чтобы он прям не у границ Варшавы находился, так, что будем с этим уже, ну, посмотрите, в столице каждые два хода меткие лучники, это очень хорошая производительность, в экономике вышли на ноль, а здесь продолжается операция по спасению поселенца, моя диверси... дивер... блин, дивер... ладно, сложное слово, не буду его говорить, моя команда по спасению действует качественно, надеюсь, следующим ходом уже забрать его обратно, хорошо, что персы пока не нападают, есть время отвлечься на более важные вещи, ну, вот здесь, смотрите, я собрал уже четырех лучников, вполне можно попытаться после забирания поселенца Иисусу атаковать, почему бы и нет, убираю раненого метколучника вверх, для того, чтобы варвар атаковал не его, а метколучника персов, ну, все, да, мы забираем поселенца обратно, слава тебе боже, я аж сорок, сорок, не, пятьдесят, пятьдесят золотых мы получаем от поселенцев, от поселения варваров, становимся союзниками Варшавы, еще плюс к этому, Варшава объявляет войну персам, ну, прям, это мы очень правильно сходили, я так считаю, за поселенцем, так что все не так уж плохо на сегодняшний день, но я поставлю город на холме, чуть выше и правее от того, где мы находимся сейчас, да, 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 а, мы еще и Монако стали, ух ты, вы посмотрите, мы еще и стали союзниками Монако, вот это вообще офигенно, я думал, только Варшава, еще и Монако объявила войну персам, ну, прям, класс, то есть, персы не могут ни у Монако, ни у Варшавы сейчас просить дань, еще и воюют с ними, так что очень даже все замечательно, так, ага, убрал он своего метколучника, не успеваем, о, потеряли мы рабочего, да, это, видимо, шифтом передвинулся перс на холм, и, видите, пошел в атаку, он увидел, что все мои войска под Сусой, и пошел атаковать, так, ну, ничего, главное, Сусу мы не возьмем сейчас, но главную задачу мы выполнили, вернули поселенца обратно, мы сейчас поселим его, вот здесь, на этом месте мы будем основывать город следующим ходом, а войска мои не так далеко ушли, и быстро вернутся на защиту Тимбукту, так что все путем, все очень даже неплохо, да, рабочим я сейчас буду строить дорогу между Тимбукту и Дженнем, чтобы быстрее тут перекидывать войска на защиту, так, да, можно перекинуть дуболома туда, потому что его невозможно будет обстрелять, ну что, следующая вторая волна атаки персов, жалко конечно рабочего, очень-очень жалко, ну что, успею убрать метка лука? Не успел, да, жаль, и видите, рабочий теперь у моего соперника, у него не было рабочих, он писал, помните, а теперь они у него есть, и он их будет вовсю использовать против меня, я считаю это нечестно, блин, жалко, не могу убить бессмертного персов, потому что мне мешает варвар подойти к к Тимбукту и обстрелять бессмертного, да, видите, за операцией по освобождению поселенца я профукал атаку перса вторую, ну извините, не получается у меня комментировать от третьего лица, все время сбиваюсь на комментарии от первого, так что уж, ну я постараю, главное, чтобы тут так было индифферентно, чтобы вы не могли понять, кто победит, ну, еще раз повторю, на данный момент я и сам не знаю, кто победит, потому что комментирую после сейва, я вам скажу, в каком месте мы сделали сейв, вы видите ситуацию, она довольно ровная в тот момент, ну вот, Тагатса поставлена, четыре города, уже по плану все нормально, я смотрю, вот по территории Перс может четвертый город, вполне у него есть место, куда воткнуть, но тут главное по Саргаде и Суса, либо мой соперник берет Тимбукту и выигрывает, либо я беру по Саргаде и тогда выигрываю, Сусы конечно тоже неплохо было бы взять, но они, но это не особо важный город, то есть он оттуда он пока не грозит, то есть он может конечно через него перекидывать еще войска, но он далековато находится, ему во-первых далеко до Сусы вести войска, во-вторых еще от Сус перекидывать войска далековато, это потеря темпа, такой шахматный термин есть, о, Варшава денежку даст, но я считаю, что денежка важнее, чем союзничество, так что фиг с ним, Варшава еще останется моим другом, будет добавление культуры, но и демографию мы только что посмотрели, если вы обратили внимание, у меня уже войска больше, чем у моего соперника, и плюс к тому у меня производство почти в два раза выше, и денег намного больше, но он видимо сейчас на рост переключился, но все равно экономика у меня развивается лучше, так что пока все путем, главное отбиваться вот от этих атак постоянных, и постепенно скапливать войска, накапливать их, и идти там на Сусу, на Пасаргады, то есть в данном случае мне выгодно, что соперник периодически на меня нападает, я могу прореживать его ряды, так, видите, вот сейчас я шифтом собираюсь перекидывать своих лучников на Сусу, потому что опять я вижу, что соперник отступил, и я смогу попробовать все-таки захватить этот город, четыре метких лука вполне достаточно, я вижу, что есть четыре места, откуда можно Суса обстреливать, слава богу, единственное, что придется прямо вплотную к городу подходить, но четыре места, откуда все четыре моих метких лука будут его обстреливать, этого достаточно, чтобы наверное за два-три хода Сусу захватить, генерал, это вот конечно напряженно, интересно, а когда у меня генерал будет? Так, надо, ну у него минус три по золоту, у меня 173, так, по золоту все хорошо, по войскам у меня больше тоже, да, почему же у меня генерал еще не появился, у моего соперника появился, ну видимо скоро у меня должен быть, раз у соперника он уже есть, вряд ли он взял это с закрытия, а может он с закрытия воли как раз взял, может быть, видите я тоже закрываю, но я возьму великого инженера, чтобы построить великую стену, видите, четыре хода до великой стены осталось, по мне она в данном случае намного лучше, чем генерал, у моего соперника я напомню с золотого века, слушайте, наверное золотой век идет, у Вавилона-то, ну пока непонятно, так, 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 ну что, следующим ходом начнем обстреливать, да, вот размещаем по, вот одно место для обстрела, второе, третье, и вот тут четвертое, и со всех четырех мест вполне можно обстреливать сусы, и аккуратненько подводим дуболомы, чтобы его не было заранее видно, да, тут главное, я, конечно, отвлекся на сусы, но главное, чтобы Тимбукту в это время не захватили, итак, четыре сангайских Робин Гуда начинают обстрел сус, посмотрим, о, как, неплохо, неплохо, ну, в принципе, следующим ходом, ну, следующим ходом не получится, через ход сусы можно брать, я сомневаюсь, что сможет соперник как-то этому помешать, ну, только если Тимбукту возьмет, конечно, с другой стороны, ну, в плане развития Тимбукту чуть лучше, чем сусы, то есть, потерять Тимбукту в экономическом плане не так страшно, если мы заберем сусы, но тут, видите, все завязано, в стратегическом плане это будет довольно большая потеря, и желательно все-таки этого не допустить, видите, Тимбукту ровно между всеми моими городами, он связывает столицу со всеми городами, и поэтому потеря это будет о, родился генерал вовремя, очень хорошо, так, будет намного веселее защищаться, наверное, у персов тоже генерал родился все-таки не с воли, а с с войны, потому что тут небольшая разница, он, видимо, больше убивал юнитов, чем я, или чаще стрелял, о, вы смотрите, что произошло, да, да, прям поставил, ну, не знаю, отбивать обратно крепость своим генералам как-то неохота, а, ну, вот он даже бессмертного поставил специально, чтобы я не смог отбить, интересный ход, то он пытается не дать мне генералам захватить какую-то еще территорию, но, вот видите, он потерял таким образом бессмертного, ну, видите, так как он поставил крепость вот здесь, это значит, что мои юниты в Тимбукту будут каждый ход получать ранения, так что прям под городом ставить крепость это очень хороший ход, очень правильный, я бы так сказал. Так, ну, на два хода отложим все-таки завоевание СУС, этого лучника отведем, чтобы пообстреливать бессмертного, здесь продолжаем дорогами соединять города, так, ну, у Варшавы там, о, смотрите, обстреливает моего генерала, как бы мне его не потерять еще, тут, ну, вот, видите, получил 30 хиллпоинтов минус у меткого лучника в Тимбукту, это все от крепости, хорошо, правда, что крепость не обстреливает сам город, это очень хорошо, вот, Кулкэт построил висячие сады, интересное решение при игре через волю, ну, посмотрим, повлияет ли это на рост города, у него в СУСах появился меткий лучник, ну, я думаю, что, так, этого меткого лучника мы вверх, пожалуй, введем, а на его место поставим как раз дуболома, чтобы захватывать город, так, тут у меня все под ударом мои юниты, смотрите, у него на холмах стоит меткий лучник, да, как бы так, а, убрал все-таки меткого лучника с холма, хорошо, тогда пообстреливаем его лучника обычного, а, не хватило, не хватило, ну, вот видите, играем, еще, знаете, войну в пятой циве с пятнашками сравнивают, потому что надо очень четко соображать, куда передвигать юниты, менять их местами, и здесь вот примерно такая же ситуация, ну, и вот шифтом передвину дуболома, так как Эть не сможет убить его мой соперник, лечим, ой, не лечимся, повышение быстренько, этим уже можно не обстреливать, а, и не успел, не успел мой соперник увезти меткого лучника, хорошо, я походу генерала потерял, то есть я был сосредоточен на взятиях СУС, и при этом не заметил, что у меня генерала нету, да, мой соперник воспользовался этой замешкой и убил генерала, ну, что я могу сказать, в прошлой игре я тоже потерял генерала, тем не менее это мне не помешало выиграть, может это такое счастливое примета потерять генерала и побеждать, так что, ну, вообще, конечно, это я сейчас сам себя успокаиваю, вообще, конечно, потерять генерала вот так на ровном месте, вообще, так я еще никогда его не терял, одно дело подставить, а тут под обстрелами, чтобы он умер, это давненько такого не было, это у меня он три хода там стоял и под обстрелом меткого лучника в итоге умер, да, но Сусы захвачены, поэтому я могу перекинуть свои войска наконец на защиту Тимбукту, так что все не так уж плохо, у моего соперника только два города, правда, он под стенами моих городов, смогу ли я отбиться, вот я закончил великим инженером великую стену и благодаря этому попроще будет, то есть соперник уже не так будет резвиться на моей территории, если что, ну, ни у него, ни у меня, опять кого-то убили, ни у него, ни у меня генералов нету, так что чисто войсками работаем, ну, сусы я не разрушаю, видите, я захватил, и даже пока сделал марионеткой, но, видимо, надо аннексировать и строить там юниты, как бы правильнее, если играем через волю, то разрушать город соперника и на его месте ставить свой, но у меня нету сейчас времени строить поселенца, так как, видите, атака на меня идет, видите, я только сейчас увидел, что я генерала проспал где-то, и поэтому я пожертвовал счастьем, оставил город соперника пока, ну, и говорю, что его надо аннексировать, а не марионеткой оставлять и строить там юниты, но у меня пока счастья достаточно, если бы у меня ниже десяти недовольных опускалось бы, тогда, да, еще стоило думать о том, разрушать или нет, а пока счастья достаточно, поэтому оставляем сусы, суд я там строить не буду, естественно, пока, оставлю так и буду строить там юниты. Ну что, успею я бессмертного, не успел. Ух ты, ух ты. Уходим. Блин, убил. Убил? Убил, похоже. И вот, смотрите, объясню, почему мой соперник смог несколько раз походить на моей территории, несмотря на то, что у меня великая стена стоит, то есть, казалось бы, он только один ход мог бы делать, потому что у него золотой век, и все его юниты ходят на одну клетку дальше, то есть, сейчас метколучники, бессмертные, могут ходить на три клетки, ну и, соответственно, на моей территории на две. Вот поэтому он смог вторгнуться на мою территорию и убить меткого лука. Так, смотрю, что у нас тут в городах, переключаем на производство везде быстренько. Да, все везде производство стоит. Все везде производство и строим метких лучников везде. Ну, вот мне главное вот эту армию, да, видите, аннексирую я СУСы, будет у меня минус три, ну, пусть, когда-нибудь я построю там все-таки суд. Просто город хороший, он, во-первых, рядом с чудом природы, не рядом, да, рядом с чудом природы мой соперник уже купил там клетку, а может не купил, может она у него, просто город вырос. И за счет этого уже чудо природы обрабатывается, можно его использовать. Захватить его моему сопернику будет очень трудно обратно, все-таки с его стороны подход к этому городу намного более сложен, чем с моей. Да ёлки, шо ж я теряю это всех юнитов. Эти даже ругаюсь, ё-моё. Он, в общем, использует особенность своей нации, персы используют особенность нации очень качественно. Ну, этого бессмертного я все-таки убью. Видите, плюс 10, когда я стреляю по нему, плюс 10 у бессмертного. Так, ну, зато я сейчас попробую этого меткого лучника тоже. Давайте-ка быстренько эть-эть-эть-эть-эть. И нет, к сожалению, не убивается. Ну, видите, он, во-первых, плюс 10 от персидского золотого века, плюс 20 от фортификации, плюс еще 100% от крепости. То есть, у него плюс 130% к силе. И, конечно, этого лучника так просто не убить. ну, не знаю, тут пока по-моему, я отбил эту атаку, у меня хватает воск, видите, он уже проложил дорогу к Тимбукту, и у него будет прекрасная возможность захватывать Тимбукту, если он его обстреляет достаточно, то захватить у него проблем его не будет там по дороге скаутом добежать и захватить. Я решил переключиться на конных лучников, раз у меня есть кони уже присоединенные, чтобы быстрее было. Ага. Все-таки переключил. Так, ну, этого я смогу убить? Опять же, плюс 130, ну, в данном случае 110, но еще фортификацию не поставил. Так. Так, так, так. Еще бы один выстрел, конечно, хотелось бы. Да, я не хочу подставлять, не буду подставлять этого меткого лучника, потому что если я вот встану, видите, слева от Тимбукту и обстреляю того меткого лучника, то мой будет убит следующим ходом, видимо. А, к сожалению, меткого лучника на крепости я убить не смогу. Недостаточно он еще, но ничего, придется моему сопернику следующим ходом убирать своего меткого лучника, так, смотрим, что по демографии, о, я уже прилично опережаю соперника по армии, все-таки для него вот это нападение вылилось в большие потери, чем для меня, ну и плюс к тому, что у меня больше городов, я же, как и говорил, я быстрее строю армию, то есть я быстрее буду восполнять. У моего соперника только Пасаргады и, собственно, столица Персеполис. Так, ждем конец хода и... и... и вот на этом месте мы сделали сейв, так что следующий ход будет уже после сейва и я уже буду знать, кто победил. Так что внимание, вот это уже сейв. Продолжаю рассказывать об игре финала Персия Сангай идет атака на Тимбукту. Ну, вы знаете, я опять подумал по поводу вот той стратегии, что я предлагал в прошлой игре. В принципе, отдать Тимбукту тут не страшно. Главное расположить сразу юниты так, чтобы этот Тимбукту можно было отбить в этот же ход и таким образом мы город не теряем и вот эта крепость, которая поставлена генералом, станет уже на нашей территории. В аннексированных Сусах ставлю строиться коника для того, чтобы в тылу у Перса безобразничать всячески. Правда, он 10 ходов аж будет строиться, но ничего, мы подождем. И вот 70 золотых, конечно, стоит многовато, но чудо хорошее это природы. Религию основать в таком матче очень даже неплохо, и для этого даже, видите, не надо Стоунхенш строить. Хотя Стоунхенш неплохо построить ради очков инженера. Так, пытаемся убить этого метколучника, блин, не умирает, но это вот все из-за того, что у персов золотой век идет. Видите, я только сейчас в игре, оказывается, заметил, что у него золотой век. До этого, до сейва я и не предполагал. Ну, видите, у меня тут много войск, в принципе, можно и разрушить крепость противника, тем более, что я таким образом полечусь. Так, крепость разрушена, поэтому можно в Тимбукту спокойно сидеть. Тут варвары напрягают, можно, кстати, к ним сходить, захватить их домик. Опять 50 золотых Сангай получит. Да, ставим на великого пророка. Ну, может, можно было бы открыть и мореходство, потому что у нас там есть какие-то жемчуг, но лучше... Ну, вот сейчас я включил, чтобы к рыцарству идти, но я переключу, потому что слишком долго будет рыцарство открываться. Да, мои мандекалу это классно. То есть, пока я вам просто вперед скажу, что лучше все-таки сначала арбалеты открыть, а не поближе, тем более, что мой соперник явно пойдет к арбалетам, но у меня почти в два раза больше армия. Что, может попробовать пасаргады захватить? Нет, Варшава не хочет денежку давать. Видимо, недавно только с нее требовали. Ну, давайте попробуем напасть, почему нет? Тут вот полечимся на золотых. Ага, видите, тут какие-то юниты стоят. Ну, давайте попробуем обстреливать. Нет, все-таки отойду, но вот этого попробуем пристрелить. Ну, и надо другими медколучниками тоже уже отправляться в атаку. Ну, теперь можно честь принять. Я думаю, в войне не помешает. Вот, заодно узнаем, где варвары скрываются на карте. И будет намного веселее против них воевать. Ну, и надо не бояться, не бояться города-государства моего, мою армию, несмотря на то, что она в два раза больше, чем у противника. Ну, я же говорю, еще, видимо, недавно брали дань с них. Ну, опять шифтом пойдем в нападение. У нас тут лучников много, несмотря на то, что в этот ход одного мы потеряли. Надо, надо давить на соперника, чтобы он не расслаблялся, чтобы он не мог опять армию лечить, собирать ее. Если у вас есть армия, вы должны ее использовать. Нападаем, захватываем, грабим, жгем, гусей ласкаем, ну, гладим, я имею ввиду. Можно перевыщипывать на... Ага, убежал соперник. Ну, что, можно идти по Саргаде обстреливать, как вы думаете? В принципе-то тут ситуации я не вижу. Так, надо вообще проверить вот этим конным лучником. Никто там не стоит рядышком. Ага, лучник в самом городе. Так, надо думать. Вот так, шифтом нападаем. Лучник там еле живой и выползать не будет. Может, каких-нибудь еще лучников пообстреливаем заодно. Коник построен даже не для апгрейда в Мандекало, которые еще очень нескоро будут, а для захвата по Саргадо. Все-таки намного удобнее коником захватывать, чем скаутом. потому что на четыре клетки ходит, можно его не подставлять, сразу захватывать издалека, соперник может его не увидеть. Так что рекомендую, если у нас открыта уже верховая езда, то строить конников, всадников и ими захватывать города, а обстреливать, естественно, лучниками. Так, не хочет Варшава. Видите, я периодически захожу. Нет, И Иван не хочет, и Монако не хочет. Но главное, что все они меня любят, и так, очередной шифт, ну что, этому не успел вылечить, как всегда. Так, успею ли я увести этого? Так, зато умер метколучник персидский. Ну, смотрите, все еще золотой век продолжается, но у перцев длинный золотой век, да, будет 12 ходов. я не знаю, когда он начался, но вообще длинный, то есть, это одна из уникальных способностей персов. Так что, в этом плане, конечно, круто. Но, видите, может быть, лучше было бы подождать, пока золотой век кончится, но я считаю, что правильнее напрягать всегда. В данном случае у меня есть кулак, то есть, если бы у меня армии не было, да, не стоило бы там по одному юниту передвигать, с этим я согласен. Но так как у меня есть армия, и она уже собрана у меня в одном месте, то вот я ее веду на захват пасаргадов. Ну вот, посмотрели демографию, видите, у меня производство выше, армия больше, то есть, все очень хорошо. И я в своих городах не перестаю строить армию. Не переключаюсь ни на что другое, постоянно строю лучников, потому что взятие пасаргадов считайте заканчивает игру. Ну, естественно, мой соперник успевает расстрелять мои юниты быстрее, чем я их двигаю. К сожалению, не могу убить метколучника соперника, но у него, видите, два метколучника, которые под пасаргадами, очень, ну, красненькие, то есть, это значит, что они небольшой урон наносят при атаке, поэтому я не боюсь туда лезть своими юнитами, и вполне, ну, вот видите, только город пасаргады, аж 26 урона, но и то, это четверть всего от здоровья, могу, могу себе это позволить, так сказать, в связи с большим перевесом в войсках под этим городом, интересно, ну, в принципе, мы видим только два юнита его, а по демографии у него явно не два юнита, так что вопрос, где, где еще войска, не очень понятно, большие у меня сомнения, что он хочет пасаргады слить, потому что, еще раз повторю, это ключевая стратегическая точка, ну и, собственно, моего соперника только два города на данный момент, и если он теряет пасаргады, то при игре через волю одной столице невозможно будет ничего сделать, просто будешь не успевать построить армию, так, ну что, сможем мы добить того вот, а, он его полечил, убил мы его одного, вот, блин, надо было сейчас не стрелять, погром, а, вот и новые, вот, вот новые появились лучники, то-то я волновался, зря волновался, все есть, сейчас буду я получать всяких приятных подпопников за то, что влез, но не будем отступать, пока у меня преимущества, постараемся все-таки как-то, о, еще, то есть, и один там еще лечится, то есть, как минимум, здесь у него пять метколучников, пожалуй, отступим, но недалеко, вот тут два моих метколучника стоят на холмах, один на холме с лесом, другой на холме с золотом, то есть, хорошие места для защиты, и чтобы их обстреливать моему сопернику придется выходить вперед, я же оттуда могу по саргаде обстреливать спокойно, поэтому, ну, скоро генерал еще родится, как видите, так что все нормально, хотя, конечно, у меня проблемы с экономикой из-за этого, аж минус 15 золота, благодаря такому большому количеству армии, но, что поделать, это, это все надо, это все важно, и все, все эти нужные метколучники для качественного захвата персидских городов, что-то в этом видео, нету вообще никаких исторических справок от меня, да, но, видите, все очень динамично развивается в игре, и не хочется отвлекаться, так, так, сможем, ну, лечимся, кого-нибудь спасем, нет, кого-то убили опять все равно, ага, вот бессмертный убил моего метколучника, ну, бессмертные классные, конечно, чуваки, я не спорю, но, видите, тут столько у меня моих метколучников, что, короче, надо получать генерала и ставить все-таки крепость здесь, потому что мне неудобно перемещаться по этой всей территории, я все-таки поставлю крепость, ага, закончился золотой век у кого-то, какое, какое счастье, видите, я не добиваю бессмертного, а сначала пообстреливать все, что есть вблизи, а вот теперь можно и добить бессмертного, так, этого на горочку, на холмик, да, где бессмертный стоял, через шифт пока, хотя мне придется убью, но тоже шифтом надо, или на последнем, понимаете, вот если тут такая проблема, не очень понятно, вот я шифтом ставлю медколучника на холм, и шифтом же еще коня, который, чтобы убить медколучника перса, он тоже через этот же холм, где у меня будет стоять медколучник проходит, и вот непонятно, я думаю, что программа изменит ему путь, и он не убьет таким образом медколучника, так что надо, да, придется сейчас убивать, так что, видимо, конника я потеряю, но не страшно, сейчас вот был обмен, кстати, войсками, обратите внимание, бессмертный я убил медколучника моего, и сейчас я потерял коня, но при этом я убил бессмертного и медколучника перса, меня, лично меня это устраивает, потому что, еще раз повторюсь, у меня больше юнитов, ну, еще один обмен, не знаю, да, успел, к сожалению, убить моего медколучника, надо было мне его раньше убирать, но опять же обмен, лично меня это опять же устраивает, я, у меня производство выше, поэтому я восполняю свою армию быстрее, чем мой соперник, я тут он потерял три юнита, которые привел на защиту пасаргадов, я же хоть и потерял тоже трех юнитов, но, как видите, нападение у меня никуда не делось, а продолжается, так, ну, как я и говорил, надо использовать генерала для крепости, отъесть вот эту территорию, тут мой соперник понастроил дорог, поэтому мне будет очень классно перемещаться по всем этим холмам и так далее, ну, я хоть и говорил, что генерала лучше использовать для защиты, ну, для нападения на столицу, но в данном случае взятие пасаргад это, ну, выигрыш игры, поэтому я считаю, что очень хорошо, что он обстрелял этого лучника, я смог полечиться, теперь он всех своих лучников использовал для обстрела моего лучника, и я могу пообстреливать его, теперь причем спокойно обдумывая, каким лучником кого стрелять, чтобы максимальный урон нанести врагу, так, ну, вот я уже, наверное, зря на его территории вырубаю джунгли, можно переместиться в другое место, так, ну что, убью я этого лучника или нет, так, пока, так, вот таким образом убил все-таки, ладно, блин, четыре выстрела аж пришлось сделать, то есть, довольно много, но, видите, я не обстреливаю пасаргады, я обстреливаю юниты, мне важнее его армию снизить, и потом уже, когда пасаргады совсем без защиты останутся, их брать, хотя, видите, там уже стены построены, то есть, вроде бы как сложнее будет, но сила 16 показывает, что не очень на самом деле, ну, конечно, сложнее, чем без стен, но 16 это пока легко, это к тому, что, как хорошо брать города в начальные эры, так, ну что, убегу? Нет, не убегу, конечно, ну, в общем, я, кстати, думал по поводу того, почему я проигрываю всем своим соперникам вот в этом фастклике, ну, в данном случае, видите, тут даже не фастклик, я тут хоть начинал ходить, могу еще походить, прежде чем меня убивают, видимо, это все потому, это из-за вас, в общем, моих зрителей, вот так вот, вы виноваты, в общем, потому что я видео записываю, идет игра, у меня, ну, мало того, что сама игра потребляет ресурсы, потребляет ресурсы программа записи, это очень большие ресурсы, на самом деле, вот можете попробовать как-нибудь, именно за это у меня хромает прорисовка, скорость прорисовки видео, и, соответственно, я позже начинаю ходить, чем мои соперники, ну, что ж, зато приходится играть лучше в других компонентах, что ж поделать, вообще, конечно, жду нового аддона, где, по идее, там, обещают какие-то новые мультиплеерные режимы, надеюсь, там, фастклик как-то будет меньше влиять на все это дело, больше все-таки тактики, но и все-таки не хотелось бы, чтобы тратился, время тратилось, чтобы дольше стали игры, этого я не хочу. Так, сейчас что, да, опять проспал метка лучника, причем, опять же, в данном случае это не фастклик, в данном случае я тормозил с тем, чтобы его убрать отсюда. Ну, многие цивилизаторы говорят, что, мол, слишком быстро приходится думать, я вот это воспринимаю мультиплеер, вот как в шахматах есть нормальные партии, где каждому по два часа дают, а есть блиц-партии, где пять минут, десять минут. Вот я мультиплеер воспринимаю скорее как блиц-партию, где приходится очень быстро соображать, и на самом деле, если ты хороший игрок, то ты все равно быстро соображаешь и нормально ходишь, потому что основы игры у тебя в голове есть, и, ну вот, в данном, в токсическом плане мы там воюем под пасаргадами, но здесь главное обыграть соперника стратегически, то есть иметь большее производство и, соответственно, большую армию, которая и в итоге захватит город. Ну вот, я смотрю, у персов опять появился генерал, еще один, ну это, видимо, опять же, с войны у него, раз у меня только что появился, ну, чуть раньше, значит, и у него появился, потому что оба генерала у нас с войны взяты были, интересно, на что он пократил закрытие воли, я потратил на великого инженера, а у него кто, может, великий ученый, так, ну я вот отвожу, так и что, ну вот, наконец-то мне повезло, кстати, смотрите, сейчас мой соперник допускает ошибку, он забывает, что у меня есть великая стена, и он просто подставляет своего генерала, вот, и он забыл, он думал, что он сейчас походит сюда и сможет поставить крепость на то место, куда он передвинулся, но так как действует великая стена, то он может пройти только одну клетку на моей территории, вот эти, причем он передвинулся бессмертным, казалось бы, мог увидеть в начале, но к сожалению, он просто передвинул бессмертного, потом сразу быстро передвинул генерала, я не обратил внимания, и не обратил внимания, что у бессмертного уже закончились очки передвижения, так что наконец-то и мне подвезло, мы тут сегодня одинаково потратили своих генералов, что я, что мой соперник, о, смотрите, он построил великую библиотеку, но тут единственный вариант может только быть, что великая библиотека была построена для арбалетов, то есть он, видимо, с нее возьмет технологию арбалетов, я правда не знаю, вот видите, я ее еще, точнее, я еще не открыл технологию, после которой можно уже брать арбалеты, но вот я смотрел по демографии, что вроде да, но золота у него нету, чтобы апгрейдить в арбалеты, слава богу, смотрел по демографии, он по науке отставал вроде бы, поэтому не знаю, что он там берет с великой библиотеки, я бы ее только строил, чтобы арбалеты взять, ну, попробуем захватить по саргады, пообстреливать, по-моему, я тут уже разобрался с армией моего соперника, да, вообще в окрестностях никого не видно, можно брать, ну, конечно, сначала обстрелять надо, в связи с стеной это, конечно, займет побольше времени, о, у меня же еще до сих пор не обработаны лошади и камни, вот, только один там камень я вижу, так, надо это исправлять, увеличивать еще больше производства от столицы, ну, вот я веду дуболомы, чтобы мой соперник на него отвлекался, просто у меня есть две лошадки, которыми я буду захватывать город, так что это не страшно, если дуболомы я потеряю, а вот мне бы очень хотелось, чтобы именно его обстреливал мой соперник, а не моих лучников, так, еще одного меткалука я уничтожил, тоже очень неплохо, и идем дальше дуболомом, ну что, отвлечется на него соперник или нет, о, он скаутом на него отвлекся, интересно, но он попытается следующим ходом убить, так, тут я аккуратненько пролажу своим коником, чтобы он не был заметен, ну и чтобы я там что-нибудь нагадил в в закромах у персов, что-нибудь там, какого-нибудь рабочего отобрал, хорошо было бы, или убил какого-нибудь недолеченного лучника, вот это я с большим, а, еще можно дорогу, кстати, перерезать между Пасаргадой и Персеполисом, чтобы денежка не шла, блин, никто меня не боится, что за фигня, вообще никто, никто не хочет деньгу мне давать, что-то я вообще, кстати, не помню, что-то в этой игре один раз, что ли, меня боялись, по-моему, только один раз, или два раза, ну вот, кстати, мой соперник пишет, что ему тоже никто не дает дань, так, ну что, успеем убежать, ух ты, успел убежать своим медколучником, прям удивительно, ну, ну, смотрите, не зарится на... ой, блин, видите, как не вовремя сюда встал скаут, и у меня лошадка скакнула куда-то вообще не туда, куда я хотел, да, ну, вообще, он как-то рановато скаута подставил, потому что еще, видите, у пасаргадов аж половина хиллпоинтов, так что еще долго можно его обстреливать, так что подводим войска, не стесняемся, у меня в столице аж за два хода строятся медколучники, очень хорошо, очень классное производство, а, это я всех лошадок подключил, вот надо еще последний камень подключить и вообще будет огонь производства в городе, так, ну, что тут в тылу персов, кого мне тут убить, посмотрим, посмотрим, быстренько на персеполис глянем, никого, но тут, видите, могу полечиться от фермы, заодно и ухудшим немножко снабжение персеполис, а то он, видите, как растет, но у меня, правда, там висячие сады, так что ему вполне нормально, ага, убили все-таки моего дуболома, ну, ничего, у меня лошадка есть, и не одна, так что, ну, похоже, пасаргады скоро будут взяты, вы как думаете, да, на всякий случай отведу, чтобы не обстреливали, не обстреливали, пасаргады мою лошадку, так, тут один ход, так что, перережем путь, да, ну, замечательно, так, не знаю, я думаю, один ход остался до взятия пасаргад, подождем, конечно, что тут у нас с деньгами, да, у моего соперника только два города, так что, взятие пасаргад это победа в игре, ну, проматываю вперед, потому что я там только рабочими передвигался, собственно, а, у него, смотрите, появился, надо повышение взять, появился скаут, видимо, он его купил, чтобы не дать, он идет к тому конику, ну, вы сами видите, что у меня тут со всех сторон можно взять, того коника он заблокировал, но я беру другим. Итак, пасаргады взяты, как вы понимаете, это победа в игре, я вам скажу, что мой соперник сразу не сдался, мы играли до взятия столицы, до взятия Персеполиса, и, ну, собственно, тут немного ходов осталось, давайте я не буду тут вам дальше показывать, тут дальнейшие действия только заключались в том, чтобы перекинуть армию к Персеполису, давайте я вам покажу уже взятие только столицы, чтобы время не тратить ваши, и все, потому что вы видите, что игра выиграна. Итак, концовка 92-го хода, у моего соперника уже есть арбалеты, да, видите, вот именно поэтому покупал, встроил, извините, великую библиотеку, но, так как их у него мало, то есть, один арбалет я уже уничтожил, вот сейчас он еще один построил, или я даже два уже арбалета уничтожил, я не помню, то есть, здесь против вот такой аравы, которая прется к Персеполису, один-два арбалета не играют никакой рояле, тем более, у меня и генерал еще с чести взятый появился, так что здесь буквально уже расстрел беззащитный, но надо отдать должное Кулкэту, что он играет до конца, то есть, он не сдается, тем более, что у меня всякое может произойти с головой, вы же знаете, у меня не единожды как бы я какую-то фигню морозил, вместо того, чтобы спокойно выигрывать, так что имеет смысл поиграть, но тут видите, уже такая ситуация, что без вариантов, единственный город, вот он периодически там достраивает какие-то юниты, появился вот арбалет, но это последний, видимо, юнит, который у него есть, но я все равно стараюсь не расслабляться, подтягиваю все мои войска, которые имеются к столице Персии, чтобы уже с уверенностью ее брать, но вернем еще Еревану войска, уже два арбалета, ну, не поможет, не поможет вообще никак, так, смотрю, я тут хватает ли мне для захвата Персеполиса, так, все, можно брать, ать, не успеваю, вы смотрите, а эта лошадка тоже не доходит, вот, блин, придется уничтожать, видите, как бы арбалет не сильно, не очень-то и сильный, вот, тремя-четырьмя метколучниками уничтожается без проблем, ну, в общем, можно уже подводить итоги, эту партию я выиграл, но это не значит, что я победил в турнире, еще раз повторю, мой соперник имел право на один проигрыш, и, видимо, именно поэтому он вот так вот авантюрно действовал, то есть немножко убил развитие своей столицы, построил поселенца, вел под мой город, и, по идее, опять же, здесь просто у меня развитие было лучше, я этим воспользовался, постепенно стал превосходить моего соперника по армии, и победил его, захватив все города. Спасибо, что досмотрели до конца, как всегда, прошу вас не сообщать итог игры в комментариях, даже намеками там какими-то или непрямыми словами о том, что там я победил, пожалуйста, дайте другим людям с удовольствием посмотреть видео. Давайте поступим так, если вы хотите сообщить, что вы досмотрели видео до конца, напишите такую кодовую фразу, заодно и потроллим тех людей, которые не смотрели еще видео, не досмотрели до конца, почему Халецкого не было в этом видео, что за подстава? Вот давайте вот такие комментарии, то есть я буду понимать, что вы досмотрели до конца, вот до этого момента, а другие комментаторы, которые не смотрели видео, будут вам отвечать, да чего, есть тут Халецкий, вот же он играет, ну, в общем, это уже было в предыдущих сериях, там, где особенно в видео про религию, там, где я просил тех, кто доцарел до конца писать циво, что там, циво-унылая игра, давайте в доту играть, и Халецкий делает дебильные видео, жалею, что подписался, в общем, и вот на эти комментарии потом люди, батхерт, в общем, был у некоторых, ладно, не важно, спасибо, что досмотрели, вы слышали Лешу Халецкого, обязательно подписывайтесь на мой канал, и осталось всего одно видео, последнее видео этого турнира дуэльное, и там выяснится, кто чемпион, все, играйте в умные игры,